Сотрудники полиции с завидной регулярностью выявляют случай порчи городского или частного имущества. В этом им помогают установленные в людных местах камеры видеонаблюдения. Несмотря на слабую освещенность некоторых участков в темное время суток и недостаточно плотную сеть видеонаблюдения, им удается отслеживать и задерживать нарушителей. Меры воздействия к ним применяются в зависимости от возраста, тяжести проступка и отношения к совершенным деяниям. Например, если в хулиганстве уличают детей, то возбуждается административное дело производства или ограничиваются профилактическими беседами с родителями. Не менее веские основания должны быть найдены и для привлечения к ответу взрослых злоумышленников. При возмещении ущерба дело может быть закрыто по примирению сторон. Однако, судя по обстоятельствам недавнего происшествия, задержанному грозит реальный срок. По камерам видеонаблюдения работники полиции самоуправления в течение 12 и 13 сентября как днем, так и ночью фиксировали случай поджога биотуалетов в Центральном парке и на площади Вен-Ибус. Вычислить поджигателя полицейские смогли только 15 сентября по архивным видеозаписям. Государственная полиция и полиция самоуправления интенсивно работали по выявлению возможных лиц, причастных к поджогам. И благодаря работникам Центра видеонаблюдения полиции самоуправления, которые, проверяя и обрабатывая ими фиксированную информацию, выявили лицо, виновное в поджогах биотуалетов. Полученная информация была передана мобильной группе, которая оперативно нашла эту персону, задержала ее и передала государственной полиции для дальнейших процессуальных действий. Задержанным оказался житель Прельского края, 1982 года рождения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения пока не определена. Проверяется его причастность к четырем случаям поджогов биотуалетов в Дауговпилсе. Сначала была установлена его причастность к двум случаям, и потом уже в ходе расследования этого дела выяснилось, что в мае месяце он совершил еще два поджога туалетов. Ну, тут начато уголовное дело по 185-й статье второй части Уголовного кодекса. Это порча, умышленная порча чужого имущества путем поджога, что является особо тяжким преступлением. За подобные деяния закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания. Сотрудники Управления государственной полиции Латгальского региона располагают достаточными материалами и доказательствами, которые позволяют довести дело до суда. Стоит заметить, что с годами сеть видеонаблюдения в городе расширяется.